Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. 16 декабря 2023 года в США состоялся боксерский вечер, в главном событии которого мы увидели объединительный бой в весе мухи, то есть до 50 килограммов. Титулом IBF владеет британец Санни Эдвардс, а титулом WBO американец Джесси Родригес. Итак, Санни Эдвардсу 27 лет, это его пятая защита титула, которую он завоевал в 2021 году, его рекорд 20-04 победы нокаутом. Джесси Родригесу 23 года, это его первая защита титула WBO в этом весе, до этого он владел титулом на категорию выше, его рекорд 18-0-11 побед нокаутом. Перед боем Родригес был небольшим фаворитом, а для Санни Эдвардса это, кстати, первый бой в Соединенных Штатах. Но давайте посмотрим, что произошло в этом бою. Итак, Родригес в черных перчатках, а Санни Эдвардс в зеленом. Санни Эдвардс уступает своему оппоненту в антропометрии, и он такой боец защитного плана по большей части. Как мы понимаем, у него 4 нокаута, и такого жесткого удара у него нет. Последний раз он выигрывал досрочно в 2019 году. И этот бой в плане потенциальной зрелищности выглядел достаточно интересно, потому что один, как Санни Эдвардс, такой защитный боксер, а второй, Джесси Родригес, как мексиканец, естественно, должен идти вперед и наносить много ударов. И разница стилей должна была сделать бой интересным. Забегая вперед, скажем, что так оно в итоге и получилось. Джесси Родригес стал известен, когда вышел на коротком уведомлении против матерого Карлоса Куадреса за титул в категории выше и неожиданно для всех победил. Потом он выиграл досрочно у очень опасного нокаутера Срисакета Сорунгвисая. Затем провел еще одну защиту и спустился вот этот вес. И Санни Эдвардс, который обычно, ну так, в трэш-толке не замечен, здесь перед боем говорил, что Джесси Родригес совершенно определенно использует запрещенные препараты. Мотивировал это Эдвардс тем, что Родригес работает с Виктором Конте. Это такой персонаж, который даже отсидел в тюрьме за то, что он, в общем-то, у него была такая экспериментальная фирма, и он помогал боксерам обходить вот эти антидопинговые запреты. Что интересно, сам Санни Эдвардс был известен тем, что работал в команде МТК Глобал, которая предлежала криминальному авторитету Кернахану. Но к бою это не имеет отношения, и здесь мы видим, что в первых раундах Джесси Родригес действительно шел вперед. Но когда Санни Эдвардс пытался атаковать, Джесси Родригес неплохо его атаки перехватывал периодически. Иногда Санни Эдвардс менял стойки, и вот было видно, что все-таки не хватает Санни Эдвардсу ударной мощи. То есть даже когда он доносил свои удары до цели, Джесси Родригес на них так особо не реагировал. А вот примерно после четвертого раунда у Санни Эдвардса начались проблемы. У него начал опухать левый глаз. Удар слева достаточно жесткий у Джесси, и он доносил его до цели. Правда, Родригес так перекрывался, но все равно как бы раунд шел за раундом, и проблемы с глазом постепенно увеличивались. Да, в его углу был хороший катман, и получалось пока эти вот повреждения нивелировать. В шестом раунде Санни Эдвардс попробовал поработать с оппонентом на средней дистанции. Выглядел он здесь достаточно неплохо, если мы имеем в виду вот по количеству донесенных ударов. Но принимал на себя ущерба Санни Эдвардс, конечно, больше. Что интересно, Санни Эдвардс в течение всего боя вообще не садился на табуретку между раундами, то есть функционально он был готов очень хорошо. Но вот примерно раунды с седьмого картина изменилась. То есть если первые раунды были такими достаточно конкурентными, то вот седьмой раунд уже Джесси Родригес забирал достаточно уверенно. Он нависал над своим оппонентом, вынуждал его действовать в атаке и отлично работал вторым номером в ответ. То есть складывалось ощущение, что это именно Джесси Родригес любит работать вторым номером. В углу у Джесси Родригеса очень известный американский тренер Роберто Гарсия. И вот в восьмом раунде уже очень сильно заплыл глаз у Эдвардса. И Джесси Родригес это почувствовал. По его лицу был виден такой вот охотничий азарт. Он увеличивал обороты, все больше доносил ударов до цели. Санни Эдвардс принял этот высокий темп, но проблема в том, что лицо его уже заливало кровь. И вот девятый раунд. Джесси Родригес продолжает давить, и он стал больше выбрасывать прямых ударов слева. Вот сейчас он попал слева, болтануло немного Эдвардса, но он выдержал. Ни разу до этого в своей карьере Эдвардс не был на настиле. У него хорошая крепкая голова, но вот сейчас смотрите внимательно. Удар слева, остался Эдвардс на месте и оказался в нокдауне. Это был самый конец девятого раунда. А в перерыве угол Родригеса отказался от боя, сославшись на то, что возможно у их бойца повреждена глазница. Джесси Родригес одержал очень важную победу, объединил два пояса, и возможно мы увидим его в списке паунд-фу-паунд. Ну что вы думаете по поводу этого боя? Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи. До новых встреч.